У нас здесь идет демонстрация работы ассистента движения задним ходом с прицепом. Вы когда присаживаетесь, настраивайте посадочку под себя, чтобы было комфортно, удобно. И основное это зеркала, поскольку весь маневр мы отслеживаем именно по зеркалам заднего вида. Рекомендую почаще посматривать в левое зеркало, поскольку в него просматривается весь поворот. Правое зеркало не просматривается. По готовности включаем заднюю передачу, ассистент включается данной клавишей. Мы будем управлять автомобилем педалью газа и тормоза. И вот шайбой поворотной задаем необходимый угол, на который будет заноситься прицеп. Чтобы прицеп встал на угол, который мы задали системе, необходим какая-то дистанция. Два метра, полтора, в зависимости от угла. На экране у нас желтым курсором показан этот угол, а белыми маленькими треугольничками показан разумный угол, на который можно заносить прицеп. И из этого положения автопоезд легко выровняется и встанет на другой угол. Можно также угол задать большой, но уже из такого угла, чтобы автопоезд стал ровным, необходимо будет очень много места и большая дистанция. Нам, чтобы попасть в наш поворот, угол где-то примерно вот такой будет необходим. Но вы уже сами по факту определите по мере движения. Я начинаю движение. Газ задемпфирован в данном режиме движения задним ходом с ассистентом. Это сделано специально, чтобы автопоезд двигался у нас плавно, без пиковых нагрузок на автомобиль, на фаркоп и на прицеп. И никуда резко мы не уехали быстро и у нас не сложилась вся конструкция. По зеркалам отслеживаем. Положение прицепа вписывается он, не вписывается. Смотрим. Внимательно контролируем. И по факту шайбочкой корректируем угол. Обращаю ваше внимание на дорожное покрытие. Здесь клея, очень скользкое покрытие. Передняя и задняя ось постоянно подскальзываются, куда-то их сносит. Прицеп также немножко нестабильно двигается. Система все эти моменты корректирует. Учитывая. Как только я в зеркало вижу, что прицеп встал ровно в коридоре, в который мы попытаемся попасть, шайбу утапливаю и запускаю режим выравнивания автомобиля. Относительно прицепа. И вот мы уже ровно двигаемся задним ходом, попав в коридор. И по достижении двойных конусов, как только передняя ось автомобиля сравняется с двойными конусами, это линия финиша, упражнение считается выполненным. Ага, вот они, понятно. Сейчас я проезжаю на линию старта, и уже оттуда вы можете самостоятельно протестировать. Хорошо, сейчас посмотрим, что это такое. Какая максимальная масса прицепа буксируемая? Да, до трех с половиной. Этот прицеп у нас где-то 2300 весит. С автомобилем вместе. Понятно, да. То есть поднимутую категорию нужно. Ага. Плюсом системы является то, что, во-первых, угол постоянно выдерживается, который вы задаете, да, стабильно. Автомобиль уже сам корректирует рулем свое положение, чтобы прицеп именно двигался в этом направлении. Ага. Плюс у нас весь автопоезд управляется передней осью. Если заказано как опция задней управляемой ось, задней осью также. И сам фаркоп поворачивается электроприводом. Да, он внутри имеет какую-то там степень движения. То есть три точки есть управление автопоездом. Если мы задаем, не знаю, такой большой угол, да, у нас вот одни колеса повернулись. Сейчас вправо, да, в данном случае другие колеса повернулись, задние. Или сам фаркоп тоже повернулся. То есть все стало в такой окружной, максимально оперативно. Эта вся конструкция у нас... Ага. А это опция, да, управление прицепом идет штатная? Опция. Сначала должен присутствовать фаркоп оригинальный. Он идет с электроприводом, раскладывается путем нажатия на клавишу в багажнике. Ага. И дальше уже ассистент помощи при движении задним ходом. Понимает, что прицепы надо сдействовать. Хорошо, все, попробуем, окей. Ну что ж, попробуем сейчас самостоятельно проехать, поуправлять автопоездом. Очень скользко, честно говоря. Посмотрим, что получится. Хлоп. Так, на тех активностях вы еще не были? Нет, там я еще не был. Сейчас поеду. А вообще, где фильм были? Я везде уже был, кроме этого места. Там, на полигоне внедорожном условно, на серпантине. И как там все не скользко? Ну, там посыпали. На подорожье скользко, на этом не скользко, потому что посыпали зачем-то все. И в итоге смысл клаватора не совсем понятен. Так, надо еще на завтра ехать чуть-чуть. Она в движении, эта регулировка не работает, да? Работает. Работает? Что-то странно, у меня на тех машинах, я пытался вверх руль поднять, у меня руль не поднимался почему-то. Может, он уже был до упора поднять? Да нет, ну я вон тут выше она может. Непонятно. Ну ладно. Может, от версий что-то зависит? Да вряд ли. Странно. Ладно. На данном упражнении руль вам особо не понадобится. Ну это да, то, что вообще ничего не надо делать. Так, включаем задний ход, да? Да, заднюю передачу, ручник сам снимется. Поскольку пристегнулись, что-то очень правильно. И шайбы задаете необходимый, по вашему мнению, угол. Ага. И по факту уже во время движения отслеживаете, как заданный вами угол подходит для данного поворота или нет. И корректируйте шайбы. Ну правильно, для тех, кто не знает, что в обратную сторону руль крутить. Да, это первый. Второй, как я вам объяснил, система стабильно выдерживает этот угол. То есть нам, чтобы велосистема угол стабильно выдерживать, во-первых, не получится так идеально. Во-вторых, очень много придется работать рулем. Ханегаз хорошо сделает, сдумфировали, да, чтобы случайно не это так меньше угол. Более того, если система чувствует, что автомобиль сильно сопротивляется, движение задних ходов с прицепом, ну мало ли, может прицеп в борт уперся, да, то вообще на газ не будет реагировать, не поедет. Понятно. Надо будет протронуть вперед и еще раз попробовать сделать заход. Ну, на самом деле, мне кажется, кто не умеет с прицепом ездить, эта система особо-то не поможет. Ну, вот сейчас, например, неправильно был взят угол сразу, да, и она поехала не туда, как машина. Вот, это интересно, конечно. То есть, не умеешь не берись, даже не знаю, что сказать по этому вопросу. Не, ну, если человек купил прицеп, поставил на него яхту, там, не знаю, гидроцикл или гидроцикл, и заказал фаркоп и ассистент. Естественно, он за 2-3 проезда адаптируется к этой системе и привыкнет. Да, это, конечно, не самая простая занятия. Не, надо его вытянуть сильнее, иначе он не поедет. Так. Возможно, задаете угол великоватый для... Может быть и так. Так, хоп, стоять. Круговой обзор удобно как сделал. Просто всегда нужно держать в голове то, что нужна какая-то дистанция, да, чтобы прицеп встал на заданный вами угол. Честно говоря, хочется. Так, поехали назад. Честно говоря, если бы я в реальной жизни эту систему себе не заказал, я просто бы сам парковался. Потому что, вот что прицепа не хватает, это прежде всего того, что нужна еще камера для прицепа, конечно. У нас на как-нибудь вот. Ну, блютуз еще на чем-то. Потому что ты не видишь, да, где у тебя край прицепа. Ну, то есть, примерно ты представляешь, где он, конечно. Я согласен. А так вот ты видишь мордочку, да, в автомобиле. В общем, все здорово. Вот, ну... Ну, это нужно, чтобы ауди прицепы начало делать, да, чтобы вся электроника прицеповала. Ну, да. Как вот эти автопоезды делают. Большой угол. Так. Давай, 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 давай. То есть, в итоге, я то, что делал бы рулем, я сейчас делаю шайбу. Это, наверное, не очень правильно. Вы уже тут при этом примастырились. Попроще, конечно. Я в итоге-то, ну, кручу вот так, да. Я просто, я просто тучил, я езжу с прицепом регулярно, поэтому мне очень интересно, то есть, все работает. Ну, вы делаете шайбы, плюс и с тем, что она максимально оперативно старается занести прицеп туда, куда указываете. Ну, да. Так, где у нас тут? Тут, в общем, все, наверное, да? Да, уже мы линию финиша пересекли. Топ. Ну, забавно, конечно. Ну, уже возвращаться на старшую позицию. Тут уже надо руль крутить, да? Сама не поедет. Ждем, когда уже, наконец-то, будет самоуправляемый автомобиль, чтобы вообще сел, нажал кнопку и все, поехал. Да, и ничего не надо уже, да? Все электроника делает. Зачем рулить, я считаю? Уже не нужно рулить. Как вы думаете? А? Нет, я получаю... Я тоже получаю удовольствие, но большая часть людей ничего не получает, просто садится и тупо едет. Ну, если на работу, из-за дня в день двигаться, да, то можно было, конечно, на аппетит. И вот сделали они здесь, вот, что они Дэни сделали все-таки, я вот не понимаю. Да, согласен. Да, можно оставить в Ре, выйти, и машина назад поедет, да? Или если выйти, она встанет на парковку, кстати, интересно. Не, не... Встал на ручник, да? Да. А, то есть не поедет все-таки, да? Ну, слава. Ну, еще нужно ремень отстегнуть, и на парковку она сама не встанет. Не встанет, да? Ну, хорошо, хоть на ручник встается. Знаете, у меня был случай, я тут думал, я воткнул передачу, а на самом деле не воткнул, и машина покатилась. Ну, то есть там не дощелкнулось до конца стопор, да? То есть был очень длинный ход. Да, нет, в Р. П, Р и этот. Исп не ушла в Р, и отщелкнулось и покатилась, короче. Ну, здесь, слава богу, что, слава богу, здесь есть П, то есть решает часть вопросов. Ладно, спасибо большое. Ощутил я систему, очень интересно сделали, конечно. Прикольно. А, это выбор возможности парковки. Ну, она так не будет работать, потому что прицеп есть. Это выбор видов камеры. А, камера? Передняя... А, это передняя направляющая даже. Обалдеть. Понятно. Ладно, спасибо. Оценили функцию. До свидания. Так, мне куда идти как? Да, если там не будет, проходим. Хорошо. Забавно, но бестолково. Спасибо.